В последнее время играть в игры становится все сложнее. К сожалению, появляется все больше людей, которые играют лишь для того, чтобы портить настроение другим. Сегодня мы поговорим о самых скандальных случаях, связанных с баном игроков. Дисквалификация из-за запаха, пожизненные баны за видео и фейковые спидраны. Всем привет, меня зовут Никиту, и это 11 геймеров, забаненных по справедливым причинам. Приятного просмотра. Reports Don't Work, Apex Legends. Это история о чуваке, который играл в Apex Legends, естественно с читами, и к тому же еще и стримил. Это называется читстрим. То есть стрим, на который специально приходят посмотреть на читы в действии. Учитывая, что это многопользовательская игра, использовать в ней читы не очень красиво. В одиночной кампании использовать читы, конечно, весело, как и моды, чтобы сделать игру именно такой, как вам хочется. С этим проблем нет. Но не в мультиплеерной игре, не в Apex Legends, не в королевской битве, которая внезапно оказалась шикарной и в которую все могут поиграть совершенно бесплатно. В ней читерить нельзя, но еще хуже делать это и стримить. Так что когда в сабреддите игры, которые, кстати, активно просматривают разработчики, один из пользователей запостил ссылку на стрим с пояснением ситуации, читера, естественно, забанили. Но он прямо на стриме попросил у кого-то аккаунт и снова присоединился к игре, только уже скрыв имя пользователя, чтобы продолжать спокойно ломать другим игру. Однако его нашли по никам членов его команды и просто методом исключения узнали его новый аккаунт. Его снова забанили и все это повторялось несколько раз, пока он не заявил на стриме. Ладно, придется найти другую игру, в которой можно будет читерить, пока я не заставлю спуфер работать. В какой-то момент он также узнал, что информацию о нем сливали в сабреддит игры и просто начал винить во всем реддит, а не то, что он использовал читы в мультиплеерной игре, что очень невежливо. Фаза Джарвис Фортнайт Представьте ситуацию. Вы строите свою карьеру на одной игре уже очень давно и тут вас банят в ней пожизненно. Ну именно это случилось с фазой Джарвисом. Он просто решил загрузить видео, в котором использует Аймбот. Да, ту самую классическую читерскую программу, которая автоматически наводит прицел на головы ваших соперников. Без сомнения, читерить это плохо. Но бан на всю жизнь, на первый взгляд, это чересчур жестокое наказание от Эпи Геймс. Но не все так просто. У Джарвиса на тот момент было всего лишь пара миллионов подписчиков. Думаю, вам не нужно говорить о том, как это могло повлиять на его аудиторию и, соответственно, количество читеров в игре. А еще в своем видео он сказал, что, ну знаете, не прочь записать еще парочку видео с читами в будущем. После того, как его забанили, он со слезами на глазах записал видео, в котором раскаивался в своем поступке и просил прощения. Но его так никто и не разбанил до сих пор. Парень получил довольно ценный урок и показал на своем примере, что портить другим игру и еще показывать это всем, ну, не самая лучшая идея. Трик 2G. Фейковый сватинг. Один стример устроил на Твич довольно большой 24-часовой стрим в честь того, что он набрал 800 тысяч подписчиков. 800 тысяч это, правда, не шуточное достижение. И частью этого стрима он решил сделать приезд фальшивой штурмовой группы полиции. Если вы не в курсе, это зовется сватинг, и это настоящее явление. Вкратце, люди вводят спасательную службу в заблуждение и вызывают полицию по адресу стримера, что в некоторых случаях приводит даже к нападениям. Это очень опасно и этим определенно не стоит заниматься, потому что у таких выходок есть реальные жертвы. Так что, если вы никогда об этом не слышали, не думайте, что это невинный розыгрыш. Это совсем не так. Но знаете, что еще не является невинным розыгрышем? Попытки притвориться, что вас арестовали прямо на 24-часовом стриме, на котором присутствуют тысячи подписчиков, которые радуются, что ваше сообщество перешагнуло большой порог. Но Трик 2G сделал именно это. И целая куча людей расстроилась и волновалась по этому поводу. Позже на своем сайте Трик 2G подтвердил, что все это было шуткой, но его все равно забанили. Этот временный бан продлился всего день, тогда как стример переживал, что он затянется на месяцы. Так что это, естественно, не самое жестокое наказание в истории. Но все же не стоит обманывать подписчиков и заставлять их думать, что вы в беде. CC FST Getting Over It with Bennett Foddy Ну как же без спидранов. Раннер, проходивший Getting Over It with Bennett Foddy, довольно нишевый, но очень веселый платформер, завязанный на физике, заявил, что прошел игру за минуту и 13 секунд. Прошлый рекорд составлял минуту и 19 секунд. И даже к нему уже подходили крошечными шажками длиной меньше секунды. Причина состояла в том, что никак ускорить прохождение на тот момент просто не могли. Это синглплеерная игра, в которой ты ни с кем не соревнуешься, где тебе не препятствуют никакие случайные элементы. Для ее прохождения нужна развитая моторика, быстрая реакция, продумывание всего прохождения заранее и хорошая мышечная память. Любая ошибка при прохождении может привести к тому, что игрока отбросит в самый низ уровня. Для этого хватит одного несвоевременно выполненного прыжка. Если вы когда-нибудь играли в эту игру, смотреть ее скоростное прохождение – это сплошное удовольствие. Я бы в жизни не смог ее так пройти. Но учитывая, что в видео с прохождением за минуту и 13 секунд не нашли никаких склеек, пропущенных кадров или других очевидных артефактов, было трудно понять, как же его автор жульничал. Он удалил оригинальное видео, но кто-то успел его сохранить. И в итоге общественное мнение сошлось на том, что с помощью какой-то программы игра была замедлена в определенное число раз, а запись прохождения потом была ускорена в то же число раз. В целом люди очень сомневались, что игру вообще можно пройти так быстро. Хотя их сомнения уже давно опровергли. В итоге спидранер CC FST признался, что жульничал, и его забанили на полгода. Хотя в процессе всех этих разбирательств к его поддельному рекорду начали подбираться по-честному. Потому что уже тогда кто-то прошел игру за минуту и 17 секунд. H1Z1 Я бы сказал, что это один из самых интересных банов, что я видел. Один из разработчиков H1Z1 под ником карта стримил то, как он ловит читеров. И я бы сказал, что показательное наказание за нарушение правил, это весьма неплохой способ доказать сообществу, что вы относитесь к ним серьезно. Разработчик следил за игроком, которого обвиняли в том, что он использовал программу, помогающую целиться. И разработчику очень надоело то, что читер не мог найти других игроков, а потому ни в кого не стрелял. И просто нельзя было доказать, что он читер. Потому что у читера шел просто потрясающе скучный матч, в котором он на тот момент так ни с кем не встретился. Так что разработчик решил схитрить и немного подстегнуть процесс. Он создал машину недалеко от читера, ниже по склону, где он ее внезапное появление точно не заметил бы, потому что он смотрел в другую сторону. Естественно, игрок мог вспомнить, что раньше там машины не было, но это не страшно. Короче, он заметил машину, сел в нее, нашел другого игрока и сразу же начал использовать аимбот. Естественно, зрители стрима возрадовались, а читер получил заслуженный бан. Так что, если перед вами из воздуха материализовалась машина, то не садитесь в нее. И это вам совет не только для H1Z1, но и для реальной жизни. Это ловушка, и она работает. Мисс Кью Джемани, Counter-Strike Global Offensive. Стримершу Мисс Кью Джемани поймали на том, что она не только использовала читы в CSGO, но и не умеет лгать. Однажды она просто себе играла в CSGO и стримила. Все произошло во время самой обычной трансляции Counter-Strike. И знаете такой тип читов, который позволяет видеть модели или контуры всех игроков, чтобы знать, где находятся враги в любой момент времени? Это один из самых распространенных типов читов, Волхак. Волхак это один из самых распространенных типов читов, которые у всех на слуху и из-за которых люди и ненавидят читеров. Короче говоря, Волхак был включен прямо у нее на трансляции. И было прекрасно видно, как она им пользуется. На что ей сразу начали писать. «Эй, ты жульничаешь? Мы же не слепые!» В ответ стримерша пыталась заявить, что к ней приходила подруга Клара и, цитирую, «Клара, дайте-ка я ей напишу. Почему это у меня на компьютере? Где оно? Как это закрыть?» Просто шикарно. Забавная попытка отвертеться. Естественно, мало кто ей поверил. А серверам вообще плевать, почему у кого-то включены читы. Главное, что они были включены. Так что ей пришлось перемещать весь свой инвентарь на новый аккаунт, потому что старый просто забанили. Кумават. Counter-Strike Global Offensive. Два года назад на турнире по CSGO игрок по имени Кумават попытался посреди матча закрыть программу, помогающую целиться. Есть лишь несколько причин, по которым у кого-нибудь посреди турнира может быть открыта такая программа. И все они относятся к жульничеству без вариантов. Например, самая главная причина – это получение помощи в прицеливании от компьютера. Что выглядит особенно отвратительно на турнире, вся суть которого в том, чтобы выяснить, кто лучше всех играет в игру. Ему запретили участие в турнирах на следующие пять лет. И прошло уже больше двух лет, но я до сих пор пересматриваю видео, где он пытается не дать организатору посмотреть на его монитор. Такое вряд ли забудут. И я не представляю, как такое вообще можно оправдывать. Overwatch. Blizzard забанила самого подлого Гриффера в Overwatch. Это был очень серьезный бан. Забанили его текущий аккаунт и все будущие аккаунты, которые он мог попытаться зарегать. Потому что он намеренно испортил людям тысячи матчей. Все началось с того, что стример Тим Детатман рассказал подписчикам, что ему, возможно, придется перестать стримить Overwatch. Потому что к нему в команду постоянно попадал игрок, который портил матчи. Он также отметил, что это происходило с нескольких аккаунтов. И что для Overwatch такое поведение это большая редкость. Ибо за нарушение правил сообщества обычно наказывают по всей строгости. Но каким-то образом одному игроку удавалось оставаться безнаказанным и даже оказываться в матчах стримеров. Blizzard на все это ответила. Мы осознаем, что наша развивающаяся система жалоб, к сожалению, не выполнила свою работу. И не позволила довольно быстро отыскать этого игрока. Но мы приняли меры для того, чтобы быстро избавляться от таких необычно ведущих себя игроков в будущем. Серьезно, зачем просто брать и портить другие матчи? Это какое-то убогое времяпрепровождение. Массовый бан PUBG. 12 профессиональных игроков были одновременно исключены из соревнований по PUBG в результате большого расследования. В европейской лиге PUBG целых 12 человек поймали на использовании запрещенного программного обеспечения. Лига не сообщила, что это была за программа, но считается, что это был взлом радара. Серверу такой тип жульничества особенно сложно заметить. Помните, как я упоминал волхак от Miss Q Gemini, где явно было видно, что она жульничает? Ну, это похожий чит. Он позволяет видеть всех на карте, даже сквозь стены. Четырем игрокам из 12 на 3 года запретили соревноваться в любой профессиональной лиге, связанной с европейской. А это довольно серьезное наказание. Так что мораль истории, не делайте так. Особенно в соревнованиях профессионального уровня. Если вас там поймают, то вам просто кранты. Невервинтер. У админов Невервинтер всегда хватает жалоб на мошенников, ошивающихся на рынке игры. Я не знаю, кого так наказали, но вот пришедшее кому-то письмо, в котором в качестве наказания указано. Бан аккаунта навсегда. А в качестве причины указано. Открыто признавал, что обманывает других игроков. Что звучит как довольно справедливый повод для бана. Если вы ходите по миру MMORPG и просто рассказываете всем, да, я надуваю людей, можешь вот здесь глянуть. А потом кто-то смотрит на все это и понимает, что вы действительно мошенник. И бан вы свой точно заслужили. Да, это очень странно. Такое чувство, как будто кто-то специально пытался получить бан. Есть довольно удивительные и дурацкие вещи, за которые людей банят в Xbox Live. Например, за содержание их профилей. Самая смешная часть это обычно попытки вернуть аккаунт. Например, некто под ником YourPurtyMouse, который естественно был его ником на новом аккаунте, запостил на форум следующее. Я не получил ни письма, ничего-то еще. Меня забанили ни за что. Аккаунт назывался Steelerman3686. Я требую, чтобы меня разбанили. Один из модераторов ответил на это за цензуренным скриншотом указанного аккаунта, в описании которого просто было тонна матов и расистских оскорблений. Что прямо запрещено в условиях использования сервиса, где даже прямо указано, что за это можно получить бан. Другой пользователь сделал что-то похожее. Он создал тему «Могу ли я получить бан за свободу слова?» С текстом в названии все написано. «Могу ли я получить бан за расистские высказывания и мат?» На что модератор ответил ему, что свобода слова. То есть первая поправка Конституции США не относится к Xbox Live, потому что это не правительственная организация, которая не получает финансирование от государства. В наши дни такое случается реже, потому что сейчас вся система поменялась. Но попытки разбанить аккаунт после явного нарушения правил все равно остаются забавными. Супер Смэш Бросс. В качестве бонусного пункта я решил поведать вам ну совсем безумную историю. Мы уже видели ребят, забаненных за читерство, неприемлемое поведение и так далее. Но что насчет бана за зловоние? Нет, я серьезно. На турнирах по Супер Смэш Бросс вас реально могут дисквалифицировать за запах. Это пункт правил одного из турниров, подчеркивающий реальную проблему, с которой сталкиваются участники соревнований каждый год. В интернете уже давно ходят шутки про игроков, которые специально не моются и посещают соревнования в грязной одежде, не меняя ее на протяжении нескольких дней. Дело в том, что когда вы сидите возле соперника, от которого неприятно пахнет, это абсолютно нарушает вашу концентрацию и внимание. Следовательно, шанс на проигрыш увеличивается в несколько раз. Некоторые даже шуточно называют день проведения турнира вонючим днем. Не самая лучшая ассоциация со Смэш Бросс. И чтобы еще раз закрепить, речь идет об игроках, которые намеренно мешают своим противникам. Советую чекнуть несколько видосов на эту тему, если вас это заинтересовало. Там довольно много кринжовых ситуаций. Хэй, ребят, если вдруг вы знаете похожие случаи, когда игроков банили за дело, то обязательно делитесь в комментариях к видео. Будет очень интересно почитать. Также пишите, банили ли вас в играх и за что. Ну а меня звали Никитун. Огромное спасибо, что чекнули видео до самого конца. И до скорых встреч в новых видео.